Всем привет! Короче, я сижу сегодня утром, думаю, что может быть в Бравл Токе, и тут мне подписчик скидывает сценарий слитого Бравл Тока. Я вначале, конечно же, не поверил, подумал, что это фейк, но когда я его прочитал, я очень сильно удивился. Просто там написано всё настолько правдоподобно, но я вас не буду обманывать, это, скорее всего, фейковая информация, то есть написанная человеком, который не имеет отношения к обнове. Но там всё настолько правдоподобно, что я хочу вам его сегодня показать, потому что, мне кажется, больше половины из того, что написано в этом тексте, может быть спокойно в Бравл Токе. Итак, давайте начнём. Слив сценария Бравл Ток. Ну вот здесь я не согласен, надо было добавить слив предполагаемого сценария Бравл Ток, потому что лично я не верю. Ну, у вас может быть другое мнение. Здравствуйте и добро пожаловать на Бравл Ток. У нас есть для вас первая часть Бравли Дэйс апдейт. Даня, расскажи, что будет в игре. Окей, пока что всё нормально. 23 ноября стартует новый сезон Мистер Пи Сноутел, а значит появится и новое окружение. Это дом для Мистера Пи, Гейла и нашего нового хроматического бойца. Ну да, да, и так можно самому догадаться, что новое окружение будет какое-то зимнее, то есть да, со снегом оно будет связано. Далее, его имя Лу и он стреляет взрывающимися снежками, которые охватывают большой радиус при попадании в цель. Что интересно, у него будет целых 5 зарядов. Целых 5 зарядов, но это вообще будет имба дикая. Слушайте, ну не знаю, уже какая-то спорная информация пошла. Так, дальше. Его супер-огромный снежок, который очень похож на метеорит Эль Прима. Огромный снежок. Я просто представил себе этот огромный снежок. Это уже, знаете, не снежок, а какой-то ком будет снежный. Далее. Он быстрее, мощнее и оставляет след, который замедляет врагов. Замедляет врагов. Окей, окей. Но это нормально, замедляет врагов, это может быть. Далее. В новом обновлении у нас появятся классные скины. ЕТП, снежный Амбер, игрушечная Пэм и фанат Мистера Пилион. Два последних скина какие-то странные. В Бравл Пасс у нас будут Снежная Роза и в конце Рождественский Лу. Ну, Рождественский Лу, да, возможно, возможно будет скин на Лу, если его действительно так зовут. И Снежная Роза. Слушайте, а недавно же давали скин на Розу за чемпионат. И опять будет скин на Розу, серьезно? Ну вот тут я опять же сомневаюсь, очень сомневаюсь сильно. Это еще не все, тут есть продолжение, давайте посмотрим. А также у нас появятся новые золотые и серебряные скины для Вальта, Тика, Брока, Ниты и, конечно же, для Мистера Пии. Ну, насчет Тика я знаю, что действительно на него появится серебряный и золотой скин. Вот, насчет других, не знаю, не знаю. Может быть и правда. А в новом обновлении у нас появится новая редкость. Вот это вообще просто странно очень. В конце декабря и начале января выйдут новые бойцы, они и получат эту редкость, которая будет увеличиваться каждое обновление Бравли Дэйс. Сейчас они будут редкими, а в следующем году сверхредкими. И так пока они станут легендарными. Что просто, что это? Это же нелогично, чтобы бойцы повышали редкость. То есть, вначале их легко выбить, да? Ну, редкого персонажа. Все практически их получат. Потом они сверхредкие будут. Что это? Это что-то очень странно. Я вот в это точно не верю. Также у нас есть улучшение в Mapmaker. Теперь там будет парное столкновение, награды за поимку и ограбление. Также теперь там можно ставить трамплины. Вот это вот здесь, да. Вот здесь я согласен, что вполне вероятно это будет. Мы очень хотим поскорее выпустить обновление. Я не сомневаюсь, что они этого хотят. Не забывайте, что 21-22 ноября будет проходить мировой финал 2020 года с призовым фондом 1 миллион долларов. Не пропустите его, а для этого подпишитесь на наш канал Brawl Stars Championship. И увидимся в декабре. Пока, ребята. Концовка, да, очень правдоподобная. Действительно это все может быть. И знаете, весь сценарий вроде как похож на правду. Но не совсем, не совсем. То есть большинство из этого может быть, я соглашусь. Но что-то, мне кажется, тут лишнее немного. Вы можете сами написать в комментариях, верите вы этому или нет. Ну все написано правдоподобно достаточно. И, кстати, ссылку на эту группу я оставлю в описании. Ну кому интересно, сами потом чекните. Ну а теперь я хочу выразить свое мнение по поводу того, что будет в обнове. Что может быть. Начнем с того, что новый снежный бравлер, который изображен на картинке, действительно очень сильно похож на снеговика. То есть вот как бы его голова, туловище, ну то есть второй ком как бы. И голова, ой блин. И шапка на голове, я хотел сказать. Вот, то есть действительно он очень похож на снеговика. И знаете, я раньше играл в одну игру, которая называлась Битва замков. Так вот, там был тоже снеговик, но там его звали, по-моему, Сноузила. Я потом вставлю картинку этого персонажа. Так вот, у него там была следующая ульта, что он выпускал целый град снежков, как бы. То есть так он стрелял по одному снежку, а во время этой ульты он просто выпускал несколько снежков. Ну то есть что-то типа ульты рикошета, только не совсем. Потому что, знаете, ульта его просто ускоряла скорость его снежков. То есть он стрелял с такой скоростью, со стандартной, да? А его ульта ускоряла скорость, то есть он стрелял быстрее. Вот, на какое-то определенное время, например, на 5 там или на 6 секунд. И пассивка у него была. Ну типа в БС это пассивка, а в Битве замков это называлась вторая способность. Так вот, он замедлял, блин, врагов вокруг себя. То есть есть какая-то определенная область вокруг него, например, 10 клеточек. И все персонажи, которые находятся так близко к нему, они замедляются. То есть достаточно такая интересная пассивка. Я думаю, что она, в принципе, вполне может быть в Бравл Старс. И, кстати, знаете, несмотря на то, что Бравл Пасс заканчивается 23 ноября, я думаю, что обнова будет пораньше. Ну то есть, типа, слишком много ждать. Сколько тут, 13 дней? Но в любом случае, это очень странно, что Бравл Ток так поздно в 21.00. То есть я не знаю даже, что Супер Селл на этот раз придумают. Но я очень надеюсь, что обнова опять будет через 3-4 дня после Бравл Тока. Ну, по крайней мере, надеюсь на это, потому что я уже много всего придумал прикольного. То есть, знаете, если будет парное столкновение со зданиями своих карт, то есть можно еще какие-то новые фокусы сделать. Особенно если будут трамплины, можно будет их ставить. А, ну и телепорты, да, еще. Это тоже очень полезная тема будет. Но я надеюсь, что Супер Селлы еще что-нибудь добавят. То есть не только телепорты и трамплины, а что-нибудь еще дополнительно. Ну, там же много разных блоков, да? Или нет? Блин, ну мне кажется, что-то еще можно добавить. Я даже не знаю, как улучшить этот редактор карт. Но точно его можно как-то улучшить. Например, вместо 5 карт сделать 10. А то мне вот, например, не хватает 5. То есть мне нужно, например, не знаю, 6-7 режимов или даже 8. А у меня всего карт 5. Ну, типа, не хватает 5. Ах, да, еще я очень надеюсь, что добавят такую функцию, как копирование карт. Потому что я, ну, я не всегда успеваю строить свои карты для разных режимов. И мне было бы очень здорово, удобно брать карты подписчиков. Но я же никак не могу взять карту подписчиков. То есть нужно всегда, чтобы он был главой в комнате. А если бы я мог скопировать эту карту себе, это было бы просто намного удобней. Поэтому я очень надеюсь, что такую функцию все-таки добавят. Ну, а на этом все. Я вам рассказал все, что знаю. Верите этой информации или нет, решайте сами. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.